здравствуйте тема сегодняшней лекции соединительные и скелетные ткани начнем соединительных классификации все соединительные ткани делятся на три группы волокнистые специальные и скелетные на этом слайде все есть фотографируйте больше фотографируйте одной из представительниц этой группы ткани является рыхлая волокнистая соединительная ткань очень частая аббревиатура рвст локализация самая распространенная ткань в организме здесь представлена достаточно сказать что строма всех паранхематозных органов внутренних состоит из рвст всегда находится под базальной мембраны эпители эпители без рвст не жизнеспособны и так далее теперь очень важный момент что морфологические функционально рвст тесно связано с кровью кровь на прошлой лекции мы с вами и вот функции рвст их опять же много достаточно 10 главное топорно-мобильные амортизационные и так далее и регуляция тканевого и органного гомеостаза следующий слайд общий план строения рвст но как и полагается любой ткани она стоит из клеток и межклеточного вещества общие свойства клеток клетки ополярны то есть они у них нет полюсов как допустим у эпители оцитов они хаотично располагаются в аморфном матриксе объем межклеточного вещества преобладает над суммарным объемом клеточного компания и если говорить о межклеточного вещества то аморфный компонент жидкостный преобладает над волокнистым компонентом на этом слайде показан фотография рвст вот хаотично разбросанные клетки они ополярны кроме этого есть волокна разных калибров теперь клетки клетки являются как и всегда в общем-то ткани образующими элементами выделяют три диферон гистеогенный диферон а его ряд начинается от стволовой стромальной клетки и заканчивается дифференцированными клетками о которых мы с вами будем сейчас говорить затем гематогенный диферон его ряд начинаются со стволовой клетки крови и наконец нейрогенный диферон стволовая клетка снег стволовая нейроэлектодермальная клетка ну и дифференцированные клетки о которых мы с вами сейчас будем говорить вот остановимся на гистеогенном диферон клетки представляющие этот дифферон вот здесь все представлены адвентициальные профибробласты фиброциты здесь кстати почему-то не указано после профибробластов надо указать фибробласты а уже затем только фиброцитами фибробласты и так далее теперь второй дифферон гематогенный сюда входят вот эти семь разновидностей клеток в основном это эффекторные формы лейкоцитов крови напомню что в крови лейкоциты не активны свою активность они проявляют выйдя из кровяного русла в соединительную ткань и вот здесь конечно все они перечислены но эффекторные формы т-лимфоцитов киллеры хелперы супрессор и память плазмоциты клетки благодаря которым мы живем на белом свете и сейчас кстати это очень актуально в связи с коронавирусами макрофаги и так далее фиброкласты специальные макрофаги фотографируйте на этом слайде нейрогенный дифферон он самый малочисленный представителями дифференцированными клетками этого дифферона являются меланоциты у человека пигментные клетки защищают от ультрафиолетового облучения тоже благодаря этим клеткам мы живем на нашей планете меланофоры ну у человека отсутствует но их много допустим у лягушек теперь поговорим о некоторых клетках ну вот здесь можно иначе говорим о гистеогенном диффероне здесь 7 дифференцированных клеток и начнем с адвентициальной клетки иногда их даже называются называют полустволовые малодифференцированные могут пролиферировать и превращаться в другие клетки участвуют в образовании сосудов вот на этих клетках остановимся фибробласт это вообще основная ткане образующая клетка рвс форма крыловидная цитоплазм бозофильная имеет две части цитоплазма эндоплазма это вокруг ядра здесь сконцентрированы все органеллы и структурно-функциональные аппараты в ней осуществляются молекулярные этапы фибрилогенеза то есть образование волокон здесь синтезируется коллаген эластин артикулин это все фибриллярные белки будущих волок это эндоплазма а по периферии клетки эктоплазма она прозрачная здесь уже достаточно мало органелл но хорошо выражен опорно-двигательный сфак и в периферических областях фибробласта заканчивается фибрилогенез теперь функции фибробласт уже кое-что было сказано это прежде всего биосинтез и секреция компонентов межклеточного вещества это и фибриллярные белки и гликозамина гликана в том числе главный гликозамина гликан эрвеста это гиалуроновая гликана фибрилогенез об этом мы уже говорили сборка волокон они способны к перемещению это активно перемещаться могут и в основном они мигрируют в область каких-то ран они будут участвовать в заживлении ран они обеспечивают фибробластическую стадию воспаления ну и наконец итогом их жизнедеятельность является дифференцировка фиброциты теперь фиброциты следующая клетка но это уже это высоко дифференцированная клетка дифференцированный фибробласт по сути дела она она функционально уже мало активна есть фибробласт эта клетка трудяга действительно то этот уже пенсионерная клетка больше на отдыхе хотя хотя участвуют в транспорте питательных веществ и в общем то они являются как бы передатчиками информации о том что делается вокруг них в частности как и пенсионеры вокруг себя и передают эту информацию фибробласт следующая миофибробласт но почитайте что это такое миофибробласт далее адипоциты или жировые клетки липоциты раньше называли но сейчас придумали новое название адипоциты хотя они от более отвечающие название конечно липоциты вот жировые клетки последнее время очень часто говорят среди функций об эндокринных жировой ткани жировых клеток ряд гормонов половые гормоны женские в основном и лептин гормон блокирующий центр голода в продолговатом мозге далее перицит это тоже в общем то это дифференцированные клетки но еще способные к делению форма корзинчатой они такой корзиночкой охватывают капилляры кровеносные капилляры и они могут изменять объем своей цитоплазмы и таким образом регулировать величину просвета капилля теперь перейдем к гематогенному дифферону 9 клеток здесь плазмоциты мы о плазмоцитах с вами много уже говорили это в общем то эффекторная форма б-лимфоцитов функции в основном это эффекторы гуморального иммунитета реакции гуморального иммунитета они синтезируют антитела или антитела это белки из из гамма глобулина натуральные киллер вот это очень такие интересные клетки и недавно об них стали говорить таинственные клетки это иммунологический надзор за эмбриональным гисторганогенезом то есть это эмбриональные киллеры гисторганогенез идет интенсивно идет интенсивная пролиферации многие клетки отклоняются от программного развития вот их тут то надо вовремя и уничтожить и вот здесь натуральные киллеры тучные клетки или тканевые бозофилы тоже это клетки но это эффекторные формы бозофилов крови без них все соматические клетки организма как говорят глухи и немы у них блокированы рецепторы и вот тучные клетки своими биологически активными веществами общаются гепарин гистамин катехоламины они разблокируют рецепторы как говорят адаптируют их к раздражителям далее макрофаги вот это тоже клетки трудяги это высоко дифференцированные клетки эффекторные формы моноциты многоядерные часто форма амебовидные вообще страшная клетка как танк все органеллы развиты но особенно органеллы внутри клеточного пищеварения дезинтоксикации опорно-двигательные энергетические очень энергичная клетка есть морфо функциональные разновидности макрофага но сейчас считают что это в общем-то один макрофаг но он может в зависимости от ситуации выполнять разные функции ну и основной конечно это дворник или элиминатор более культурное название элиминатор а так все здесь о них на макрофагах написано вот очень важный момент они являются антиген представляющими клетками а пока это элемент реакции гуморального иммунитета они представляют антигены иммунокомпетентом клеткам уже в частности эффектором б-лимфоцитов а вот функции макрофагов теперь вот более подробно там-то у нас было а разновидности а здесь функции вскоре все они стольной степени могут выполнять функцию первых участие в иммунных реакциях это касается а пк участие воспаленных реакциях это больше дворники они убирают там накротизированные массы вот макрофагированы накротизированных масс затем транспорт железа красный костный мозг для образования гемоглобина затем это уже элиминирующие функции уничтожение старых эритроцитов и тромбоцитов в селезенке печени а также еще важнейшие функции отбор зрелых форменных элементов крови перед их выходом из красного костного мозга в кровоток туда опускают только клетки 6 класса гематогенного дифферона если кто выскочка какая так тут же его и накажут и уничтожь теперь фиброкласс но это специализированный макрофаг собственно говоря и структуру его аналогично макрофагу большое значение среди функций вот разрушение межклеточные вещества собственной соединительной ткани при физиологических инволюциях органов ну для примера матка во время беременности она увеличивается в размере гипертрофируются по сути дела а потом течение после родов после родовый период где-то в течение месяца даже меньше матка приобретает свои изначальные размеры до беременности правда не совсем все таки она больше остается но это заслуга фиброкласс то же самое с молочными железами когда лактация молочные железы гипертрофированы заканчивается лактация надо уменьшать вот ну и эффекторные формы нейтрофилов эффекторные формы лимфоцитов пункции об них их мы с вами уже об них говорили теперь нейрогенные дифероны всего-навсего две клетки но мы уже говорили об этом меланоциты это нейрогенные дифероны нейроциты по сути дела это ну как бы сказать двоюрные браты братья нейронам нервным клеткам и многое от них нейронов они имеют общие во-первых форма отрощит и они не делятся на восстановление это внутри клеточной идет очень интенсивно вот они синтезируют меланин бурый пигмент а и заключает его в особые гранулы меланусомы а меланусомы уже способны выходить в межклеточное пространство и там пигмент захватывается макрофагами переносчиками и распространяется по всей коже когда человек загорает допустим многие любят иметь шоколадный так сказать цвет кожи но при этом при интенсивном солнечном облучении меланоциты все равно не делятся но они усиливают свою функцию по производству меланосом и по распространению меланина по по подкожный по по дерме лучше сказать по дерме кожи внутри кожи теперь это все мы говорили о клетках рвст теперь межклеточное вещество основные компоненты волокна аморфный волокна разновидности волокон коллагеновый эластический ретикулярный фибрилогенез то есть их образование осуществляется фибробластами об этом уже было теперь поговорим отдельно об этих волокна вот коллагеновые волокна они они лентовидные самые толстые толщиной 15 10-15 микрометров не ветвятся не анастомозируют друг с другом построены из белка коллаген вот этот коллаген имеет высокую пространственную упорядоченность организацию поэтому коллагеновые волокна очень прочны теперь коллагеновые волокна располагаются в тканях пучками они тяготеют друг другу не переплетаются но пучкуются если так можно сказать обладают прочностью упругостью и нерастяжимостью прочностью до разрыва теперь вторая группа эластические волокна это уже нитчатая форма они тоньше коллагеновых они могут ветвиться и анастомозировать друг с другом белок эластин он не имеет пространственной упорядоченности наподобие резины молекулы могут скользить одна относительно другой пучков эти волокна не образуют они обладают растяжимостью эластичность но большой прочностью на разрыв не обладают ретикулярные волокна тоже нитчатая форма они еще тоньше построенные из ретикулина это одна из разновидностей коллагена это прочный белок обладает пространственной упорядоченностью и эти волокна образуют в тканях тонковолокнистые сети ретикулум тонковолокнистая сеть в тканях и в этих сетях находятся многие клетки соединительной ткани теперь аморфный матрикс вторая часть межклеточного вещества это не структурная часть межклеточного вещества то есть под микроскопом в аморфном матриксе ничего увидеть нельзя его изучение проводится уже больше на химическом уровне но синтезируются фибробласты вот важный момент консистенции у него полужидкого геля этот полужидкий гель он обеспечивается это такое его состояние полужидкого геля обеспечивается гликозаминогликанами под названием гиолуронидаза гиолуронидаза вот тут есть гликозаминогликаны гиолуронидаза синтезируется фибробластами и основное вот такое свойство тягучесть такая дрожалка как бы студень ну да жидковатый студень вот это консистенция аморфного матрикса важный момент что этот студень этот аморфный матрикс может изменять степень своей вязкости за счет того что имеется фермент который разрушает эту субстанцию аморфного матрикса интезируется гиолуронидаза тоже фибробластами то есть фибробласты контролируют оптимум вязкости аморфного матрикса но что еще гиолуронидаза является фактором агрессии бактерий бактерии чтобы проникнуть во внутрь организма они должны пройти через соединительную ткань а для этого нужно ее разжижить сделать более жидкой и вот гиолуронидаза фактор вирулентности фактор заразительности агрессии бактерии теперь мы говорили с вами о рыхлой соединительной ткани но есть еще группа плотных волокнистых соединительных тканей сокращенно ПВСТ среди плотных волокнистых соединительных тканей выделяется оформленная ПВСТ и неоформленная вот здесь сейчас мы будем разбирать с вами оформленную соединительную ткань много говорить нет времени о чем собственно говоря нужно поговорить вот оформленная соединительная ткань в ней в межклеточные вещества преобладают коллагеновые волокна над аморфным матриксом аморфного матрикса мало коллагеновые волокна образуют пучки между собой первого, второго, третьего порядка это очень прочное образование а между пучками между пучками находятся клетки фиброциты фиброциты это дифференцированные фибробласты клетки пенсионера но они участвуют в транспорте питательных веществ из плотной соединительной ткани построены связки в том числе зубная связка апонефрозы это очень прочные на разрыв структуры ахиллова сухожилия на разрыв может до тонны выдерживать нагрузку вот покрыты сверху над оболочками которые называются эпитенонием теперь 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 плотная соединительная ткань ну я опустил здесь немножечко неоформленную ПВСТ еще есть неоформленная ПВСТ отличается от оформленной тем что волокна перепутаны друг с другом они не образуют пучков пространственно не упорядочены можно встретить все клетки всех диферонов но преимущественно фибробласты и фиброциты из нее построена дермокожа этой ткани теперь группа специализированных здесь жировая ратикулярная и пигменты ну посмотрите самостоятельно жировая ткань представлена вот на этом слайде две разновидности жировой ткани белая жировая ткань и бурая и бурая бурая только у новорожденных у новорожденных в межлопаточных областях являются фактором энергетического метаболизма усиленного энергетического метаболизма у новорожденных а белая жировая ткань состоит из липоцитов о которых мы с вами говорили содержит большую каплю жира вот вот и функции ну опять же мы говорили уже это и трофической эндокринные опять же лептин и эстроген обеспечивают теплоизоляцию вот это жировая ткань теперь еще представитель специализированных тканей ратикулярная ткань основу ее составляют ратику ратикулиновые волокна которые переплетаются образуют трехмерную сеть чем важна эта ткань тем что она составляет основу кровотворных органов и в ней воспитываются так сказать дифференцируются клетки крови следующая пигментная ткань тоже из специализированных соединительных тканей представлены меланоцитами теперь переходим к следующей большой группе соединительных тканей это скелетные ткани скелетные ткани это хрящевые и костные ткани тоже состоят из клеток и межклеточного вещества они относятся к двух дифферонам их стволовые клетки об них мы поговорим сейчас закладываются в составе зародышевой или внезародышевой мезенхимы клетки двух дифферонов как я уже сказал различают основные и вспомогательные и вспомогательные диффероны вот основные диффероны и вспомогательные основной дифферон является является так что то у меня тут немножечко это не получается так одну секундочку так так вот мы с вами говорим так о скелетных тканях то что они двух дифферонные основные диффероны являются производными мезенхимы скелетогенная мезенхима который мигрировал из склеротома а вспомогательные диффероны они являются производными внезародышевой мезенхимы стенки желточного мешка теперь у всех этих тканей скелетных межклеточные валу межклеточное вещество синтезируется и формируется клетками основных дифферон клетки и волокон теперь межклеточное вещество обладает прочностью и способностью к минерализации это очень важный момент минерализация не всегда но минерализация является одним из основных факторов образования прочных структур теперь регенерация скелетных тканей идет постоянно все время но за счет сбалансированности процессов резорбции восстановления то есть ткань резорбируется постоянно и тут же восстанавливается как это осуществляется немножко попозднее есть клетки осуществляющие резорбцию а есть клетки участвующие восстановление но об этом поговорим сейчас по патрону остановимся сначала на хрящевых тканях хрящевые ткани составляют 2% массы взрослого человека состоит из двух диферонов как я уже сказал два диферона основной и вспомогательный и упругого межклеточного вещества это упругий студень хрящевые ткани в виде хрящевых пластинок входят в состав хрящевых органов хрящ как орган основная ткань это хрящевая важный момент что в хрящевых пластинках хрящей нет кровеносных лимфатических сосудов это очень важный момент хрящевые пластинки в составе хряща покрыты оболочками надхрящницами без надхрящниц хрящ погибает правда есть исключение из этого правила о нем поговорим и надхрящницы они состоят из двух слоев наружный и внутренний надхрящницы по отношению к хрящу выполняют защитную трофическую комбиальную то есть резервную рецепторную даже функцию в хрящах или в хрящевой ткани лучше так даже в хрящевой ткани в составе хрящей заложена генетическая программа минерализации минерализации и вот эта программа она может быть временно блокирована может быть разблокирована и опять блокирована то есть такая вот программа она активизируется в зависимости от сложившейся ситуации и вот теперь о диферонах хрящевой ткани то есть говорим о клетках основной диферон стволовая клетка стволовая клетка скелептогенной мезенхимы затем идет стволовая клетка хондрогенеза это уже полипатент это плюрипатентная клетка это полипатент стволовая клетка хондрогенеза а из нее уже через стадию промежуточных моментов образуются хондробласты и хондроциты трех порядков это основной деферон вспомогательный его ряд стволовая клетка крови через ряд промежуточных стадий моноцит затем хондрокласс специальный макрофаг резервирующий минерализованная межклеточная вещество когда она не минерализована хондрокласс неактивен теперь так это немножечко вот так теперь поговорим о клетках хрящевой ткани ну первые на первой по степени дифференцированности в составе хондрогенного дифферона выделяют прехондробласты и хондробласты это неактивные клетки мало дифференцированные еще они но они могут делиться поэтому выполняют комбиальную функцию локализуются во внутренних слоях над хрящницей и в периферической зоне молодого хряща под над хрящицей оно еще такое не совсем загустелое это вещество молодое затем есть хондроциты первого класса это молодые малодифференцированные клетки они еще не очень активны по продукции межклеточные но готовятся уже стать клетками второго класса а вот клетки второго класса продукт дифференцировки первого класса это уже клетки средне дифференцированные они продолжают активно делиться продуцировать межклеточные вещества оно такое уже упругое достаточно и делятся эти клетки и не расходятся они не могут разойтись просто и образуют так называемые изогенные группы клетки второго класса изогенные группы теперь наконец зрелые клетки хрящевые это хондроциты третьего класса они образуются в составе вот этих изогенных групп о которых мы с вами говорили только что они уже включают программу минерализации то есть продуцируемое ими межклеточное вещество минерализуется вот эти клетки уже постепенно утрачивают способность к делению вообще они находятся уже нулевом периоде но иногда могут выходить из него функция вот секреция органических структур межклеточные вещества и секреции ферментов минерализации теперь теперь хондрокласты это уже макрофаги это уже гематогенный дифиран это уже гематогенный дифиран вот так мы отвернемся солнышко макрофагические клетки их функция резорбция минерализованной хрящевой ткани то есть они минерализуют то есть резорбируют то что секретировали хондрокласты первого третьего класса и вот таким образом будет осуществляться регенерация хрящевой ткани через резорбцию восстановления об этом я уже вам говорил так это говорили о клетках теперь межклеточное вещество хрящевой ткани включают вся хондриновые волокна и аморфный матрикс вообще хрящевая ткань лишена сосудов в межклеточном веществе их нет и идет диффузное питание из надкречницы механические свойства хрящевых межклеточных веществах хрящевой ткани это упругость и прочность я бы даже сказал относительная прочность хондриновые волокна в разных типах хрящевой ткани а мы об этих типах поговорим одни из них постро вообще они все построены из фибриллярных белков но одни коллагенового типа а другие эластического типа теперь в состав аморфного матрикса хондробласты секретируют гликозаминогликаны хондромукоиды это именно те он те гак которые способны к минерализации именно от них зависит способность межклеточные вещества минерализоваться осваивать так сказать адсорбировать в себе нерастворимые соли кальций вообще что такое минерализация это насыщение с той или иной субстанцией нерастворимыми солями прежде всего кальция и фосфор вот значит по особенностям межклеточные вещества выделяют гиолиновую эластическую и волокнистую хрящевую ткань они также имеют разную способность к минерализации теперь хондрогенез то есть образование хряща и рост хряща собственно говоря и хондрогенез и рост хряща это идет и в эмбриональном периоде и в пост эмбриональном и в постнатальном периоде вот прежде всего конечно постнатальном это в детском возрасте но немного рост наблюдается и в дальнейшем вот рост осуществляется двумя путями оппозиционным и интерстициальным тут на этом слайде все написано об этом об этих оппозиционных это снаружи сразу под над хрящницей идет наслоение молодого хряща а интерстициальный это увеличение хряща изнутри за счет активизации хрящевых клеток уже в зонах зрелого хряща оппозиционный рост это рост в основном молодого хряща а здесь зрелого хряща теперь регенерация ну мы уже немножечко говорили физиологическая регенерация идет постоянно в течение всей жизни и вот идет постоянное здесь участвуют клетки обоих диферонов их андрогенного и гематогенного и вот идет процесс резорпции восстановления резорпции восстановления репаративная регенерация после повреждения в принципе все тоже механизмы все запрограммированы но здесь при репаративной регенерации когда получается дефект какой-то в хрящевой ткани очень часто в очаг повреждения проникает РВСТ и формирует рубец и мешает полноценной регенерации здесь уже хирургическим путем нужно удалять рубец иногда он и сам рассасывается за счет деятельности только фиброкластов но это уже не всегда теперь виды хрящевой ткани уже говорили три вида пластическая волокнистая в зависимости от в основном от волокон зависит от рода волокон и степь и возможности минерализации и вот самый распространенный это гиалиновый хрящ гиалиновая хрящевая ткань обладает голубоватым цветом полупрозрачные клетки вот они все здесь представлены прехондробласты хондробласты хондроциты трех порядков и хондрокласты то есть есть и хондрогенный диферон и гематоген но многое об этом говорить не буду мы об этом уже с вами говорили и тут много много написано этот слайд вы сфотографируйте пожалуйста на что хочу обратить внимание значит как уже я говорил хрящ без наскрященцы жить не может но есть исключения есть суставные хрящи в них нет надхрященцы они питаются за счет синавиальной жидкости из суставной сумки далее на что тоже обратить внимание генетическая программа минерализации ну это у всех хрящей она обеспечивает вернее вернее она уравновешивается активностью хондрокластов об этом уже говорилось много но вот при старении при некоторых заболеваниях активность хондрокластов разрушителей может снижаться и тогда идет тотальная минерализация хряща так минерализованные участки должны убираться хондрокласты а тут нет идет тотальная минерализация хрящ становится хрупким ломким артриты у кого только сейчас их нет артритов то есть воспаление суставов разрушение суставов один из моментов это вот минерализация суставных хрящей теперь второй вид ткани эластическая хрящевая ткань но общий план строения все тот же локализуется это такой не очень распространенный хрящ ушных раковинах в надгортаннике в некоторых бронхах общий план строения это уже клетки двух диферонов межклеточные вещества какие здесь отличия от гиалинов во-первых в межклеточном веществе содержатся хондриновые волокна но построенные по эластическому типу то есть там белок эластин поэтому эти хрящи они могут растягиваться но в общем не обладают большой прочностью и генетическая программа что очень важно в генетической программе нерализации блокирована постоянно всю жизнь и поэтому при старении допустим хрящ практически не изменяет своей гибкости и эластичности гибкости и эластичности так теперь следующий фиброзной волокнистый или волокнистая хрящевая ткань вот это очень важно серьезно локализуется в составе межпозвоночных дисков где тоже лишена надхрящницы питание осуществляется из надкосниц позвонков из окружающей соединительной ткани вокруг позвоночного столба общий план строения тот же самый клетки двух диферонов ведущие клетки конечно это хондроциты трех порядков и хондрокласты хондрокласты вот ну этот слайд здесь все представлено сфотографируйте на что обращаю внимание их генетич они имеют как и все хрящи генетическую программу минерализации но она до поры до времени может быть блокирована или она как бы порциями обеспечивает минерализацию островки минерализованные ткани которые тут же убираются хондрокласты и эти межпозвоночные диски обладают упругостью прочностью но при старении а также при некоторых заболеваниях хондробласты хондрокласты извините становятся менее активны а то и вообще утрачивают свою активность и вот тогда тотальная минерализация хряща хрящ крупьем становится позвоночник опора организма могут разрушаться ущемляться при этом корешки спинного мозга остеохондроз это что называется эпидемия современного цивилизованного общества вот таким образом теперь переходим мы с вами костной ткани костные ткани являются основными тканями костей скелета это не одно и то же костные ткани костные ткани и кость кость это орган многотканевой основная ткань это кост основные функции здесь представлены на этом слайде сфотографируйте дальше общий план строения костных тканей опять же клетки и минерализованное постоянно межклеточное все постоянное минерализация в отличие от хрящевой ткани теперь дифероны два диферона как и вообще во всех скелетах диферонные ряды вот основной диферон остеогенные его еще называют стволовая клетка стволовая клетка скелетогенные мезенхимы обратите внимание та же что и в хондоргенезе это очень важный момент для практической медицины это плюрипотентная клетка а из нее далее костволовая клетка остеогенеза это уже полипотентная а далее через ряд промежутков остеобласт клетка трудяга основная и остеоцит причем возможно дедифференцировка ну в экстремальных ситуациях остеоцит может стать опять остеоглаз а он опять и вот такая может быть болтанка Ваньковстанька что называется теперь вспомогательный дифферон это гематогенные конечно стволовая клетка крови далее моноцит остеокласт специализированный макрофаг вот тут на этой схемке показаны они остеобласт остеоцит под индексом 2 и остеокласт теперь остеобласт это клетки кости образователь на них немножечко поподробнее они этого достойны это клетки средней степени дифференцированности они обладают микроворсинками вот эти микроворсинки вы вырасты цитолемы вот это очень важные микроворсинки они могут фрагментироваться то есть отшнуровываться и образовывать так называемые матриксные пузырьки а в этих матриксных пузырьках там и запасы кальция там митохондрии там они являются центрами минерализации именно вокруг них пойдет минерализация в эмбриогенезе вот вот в эмбриогенезе остеобласты ну так уже понятно развиваются скелетогенные мизенхимы об этом уже говорили в сформированных костях остеобласты лежат в надкосницах кости как и хрящ покрыт надкость вот в глубоких слоях надкосницы и там еще есть оболочка эндос но мы поговорим об них и лежат остеобласты теперь 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 да ну и при физиологической регенерации она идет постоянно ее кстати называют нередко ремоделирование так же как и физиологическая регенерация ремоделирования а регенерация после травм называется часто репарация вот эти оба процесса собственно говоря основываются на взаимодействии их остеобластов и остеокластов но сейчас мы поговорим об этом немножко остеобласты продолжение вот функции во-первых они синтезируют и секретируют органические компоненты межклеточного вещества в частности для осеиновых волокон белок осеин а для аморфного матрикса гак осеумукует оба этих оба этих компонента способны к минерализации и осеин и осеумукует далее сами по себе они участвуют в минерализации поскольку синтезируют фермент щелочную фосфатазу основной фермент минерализации далее они же обеспечивают все этапы фибрилогенеза осеиновых волокон фибрилогенез то есть это сборка волокон из полуфабрикат из молекулярных полуфабрикат теперь сами остеобласты в свою очередь находятся с под влиянием гормонов щитовидной железы в частности и половых гормонов вот тоже момент на который надо обратить внимание остеобласты могут функционировать активно только при хорошей оксигенации то есть когда идет снабжение кислородом из крови а костная ткань вообще это обладает своими сосудами как мы с вами скоро увидим и программа жизнедеятельности остеобластов приводит к дифференцированию их остеоциты теперь вот эти самые остеоциты это уже высоко дифференцированные самые многочисленные клетки уже нулевом периоде находятся удлиненно овальная форма развит спак опорно-двигательного аппарата и так далее все здесь написано они находятся в лакунах в лакунах минерализованного аморфного матрикса и они контактируют друг с другом за счет своих отростков вот если мы посмотрим на вот эту картинку остеоцит вот у них отростки и вот соседние остеоциты своими отростками и соединяются при этом образуется очень важная транспортная система лакунарно-канальцевая система эта система передает предназначена вернее для транспорта внутриклет внутритканевой жидкости вот еще очень важный момент что эти отростки остеоцитов они соединяются друг с другом собственно пронизывают всю соединительную ткань и проводят биоэлектрические потенциалы они возникают при напряжениях на костную ткань физическая работа занятия спортом там лыжи велосипед пьезоэлектрические биопотенциалы они необходимы для жизнедеятельности ткан для активизации процессов ремоделирования и так далее здоровый образ жизни вот вам наглядно вот в критических ситуациях при травмах ну я уже об этом говорил в частности остеоциты вот эти самые могут превратиться выйти из же нулевого периода и превратиться во вторичные остеообласты а те начнут работать опять по продукции межклеточными сделали свое дело ну обычно они подвергаются апоптозу уже хватит два раза работали в своей жизни но в то же время могут и дифференцироваться опять своих потомков остеоциты теперь остеокласты вот кости разрушители это вообще ужасная клетка жуткая вот так многоядерный монстр монстр буквально монстр он грызет у него есть так называемая бахромка которую он грызет минерализованную ткань грызет буквально прогрызает вот где тут вот остеокласт это гематогенный дифферон конечно это бывший моноцит вот вот участвует в процессах регенерации постоянно разрушает минерализованное вещество оно опять образуется вот значит остеокласты также регулируются гормонами но другими чем остеобласты здесь гормон так называемый паратерины это около щитовидные железы и притормаживается женскими половыми гормонами женские половые гормоны эстрогены прежде всего во время полового расцвета в репродуктивном возрасте как говорят держат в узде этих молодцов остеокласты но в пожилом возрасте тут написано особенно у женщин может возникнуть остеопороз блокирование происходит остеокластов то есть наоборот они сбрасывают этот блок с себя и активизируются начинают прогрызать костную ткань делают ее такой ажурный сейчас очень много об этом говорят в чем это пожилые люди это теперь не только пожилые люди у цветущих девушек у молодых женщин сейчас сплошь и рядом остеопороз а тут дело тоже здоровый образ жизни да гормоны не надо очень много противозачаточных средств гормональных надо иметь ввиду так теперь что дальше ну теперь а ну это мы говорили о клетках костные ткани теперь межклеточные вещества ассеиновые волокна морфные вот ассеиновые волокна собственно говоря являются модификацией минерализованной модификацией коллагеновых волокон волокна рвст а вот когда они минерализуются то образуются ассеиновые волокна причем это минерализация идет по жидкокристаллическому пути по кристаллическому лучше так пути то есть строго упорядоченная структура жидкокристаллическая структура поэтому механические свойства ассеиновых волокон прочность разрыв гибкость упругость все говорят рессорность все это за счет того что волокна минерализованы по кристаллическому пути а вот аморфный матрикс является минерализованной но не кристаллической субстанцией не кристаллической тоже там откладываются оси мукоиды которые синтезируются остеобластами вот минерализация аморфного матрикса идет вокруг матриксных пузырьков о которых мы с вами говорили это не обеспечивает кристалличность структуры отсюда механические света они твердые твердые но хрупкие хрупкость твердость и хрупкость колкость но в целом ассеиновые волокна прочно вмонтированные вот в этот самый аморфный матрикс минерализованный создают совершенно уникальную прочнейшую структуру кости кость это уникальное создание природы прочное и относительно гибкое природное или там уж не знаю чьё создание костной классификации костной ткани а они классифицируются по особенностям пространственной организации межклеточного вещества и здесь выделяют грубоволокнистую и пластинчатую костную ткань сначала грубоволокнистые ну для аббревиатуры ГКТ грубоволокнистые или ГВКТ грубоволокнистые костная ткань клетки все те же мы у них уже говорили остеобласты вот они располагаются всегда по периферии участков окостенения они продуцируют вокруг себя аморфный матрикс минерализуют его и сами себя замуровывают и вот в замурованном состоянии они превращаются уже в остеоциты а остеоциты эти эти по периферии зона окостенения а эти уже в центре сердцевидах костных зачатков остеоциты вот межклеточные все характеризуются неупорядоченным расположением осеиновых волокон то есть они по-всякому хотя это и минерализованная ткань но как говорят относительно слабая степень минерализации во всяком случае гораздо слабее чем у следующего вида ткани который мы с вами будем говорить пластинчатая костная вот и для образования костной ткани этой вот грубо волокнистой не обязательно оказывается воскулиризация и эти остеобласты могут работать в низко оксигенированной среде то есть с относительным с относительной бедностью кислородом и вот в ходе онтогенеза то есть индивидуального развития человека костная ткань обязательно замещается пластинчатая костная ткань а так она составляет в основном это эмбриональная ткань весь скелет эмбриона а в дальнейшем и на ранних этапах фитального периода у плода то есть кости опорного скелета состоят из грубо волокнистой костной ткани ну у взрослого человека участвует в заживлении сращение переломов но мы об этом поговорим попозже теперь вот основной вид костной ткани пластинчатая костная ткань ПКТ она характеризуется упорядоченностью межклеточного вещества асоиновые волокна упорядоченные параллельно друг к другу располагаются и высокая степень минерализации аморфного матрика теперь очень важный момент и вот я его выделил жирным шрифтом межклеточное вещество минерализованное я уже сказал порядочное оно скомпоновано межклеточное вещество то есть сгруппировано в пространстве в виде множественных спрессованных костных пластинок то есть межклеточное вещество представляет из себя костные пластинки отделенные друг от друга костные пластинки и вот что такое костная пластинка это структурная интеграция параллельно расположенных костных асоииновых волокон склеенных друг с другом минерализованным матрицом теперь разновидности костных пластинок в составе костей эти пластинки имеют разную конфигурацию и вот выделяют шесть форм так называемые астеоны об них поговорим попозже немножко кастеоны сейчас только надо что записать кастеоны составляют компактное вещество трубчатых костей то есть твердое вещество компактное корковое или его называют корковое вещество если идет речь о плоских костях самые прочные затем вставочные пластинки они соединяют между собой астеоны и так далее и так далее вот четвертые четвертые нет ну четвертые тоже поговорим попозже теперь костные ячейки в кости в кости есть корковое компактное прочное и губчатые внутренние сердцевины костей из губчатого вещества оно тоже прочное но она составлена из костных ячеек из костных ячеек оно прочное и легкое это прочное и тяжелое это прочное и легкое вот теперь астеон что такое астеон вот он построен из вставленных друг в друга пустотелых цилиндров стенка стенка этих цилиндров состоит из костных пластинок вот на следующий вот видите один цилиндр вставлен в другой цилиндр в третий там четвертый пятый вот такая конструкция называется астеоном астеоном и пластинки состоят из астеиновых волокон причем такой момент очень интересный направление астеиновых волокон между пластинками в соседних пластинках взаимоперпендикулярно внутри пластинки они взаимопараллельны вот так и так взаимопараллельны внутри пластинки а между пластинками они взаимоперпендикулярны и вот такая придумка природы обеспечивает огромную прочность вот этих структур костные ячейки это структурно функциональные образования губчатого вещества пластинчатых и трубчатых костей каждая костная ячейка их тысячи тысячи тысяч это своеобразный пакет такой сотообразное формирование со стенкой а стенка стенка состоит из костных пластинок но костных пластинок если в эстонии их там было 10-20 костных пластинок то здесь только ну максимум 10 поэтому и легкость затем между отдельными пластинками залегают остеоциты и формируют лакунарно-канальцевую систему о ней мы уже с вами говорили теперь костные ячейки сообщаются друг с другом а вот в межячеистых пространствах между стенками снаружи стенок ячейки идут кровеносные сосуды а в самих костных ячейках содержится ретикулярная жировая ткань затем порозные гемокапилляры могут быть синусоидного типа и красный костный мозг там идет миелоидное кроветворение а вообще губчатое вещество обладает ажурностью легкостью прочностью костные тробекулы ну что это такое почитаете на этом слайде единственное я скажу что костные ячейки они делят или разграничивают костно-мозговые каналы на этажи и в каждом этаже ретикулярная ткань красный костный мозг и миелоидное кроветворение по этажам идет теперь виды костей кость это орган многотканевой анатомически трубчатые плоские смешанные ну еще там есть но это основные теперь структурные части во-первых это собственно кость состоит из плотной извините пластинчатой костной ткани а в его составе компактное и губчатое вещество и вспомогательные оболочки кости это надхрящница или переост и подкосница извините надкосница и подкосница ну что если они представляют здесь на этом слайде вы вы прочтете теперь очень сложный вопрос остеогиста органогенез сложный и важный собственно говоря в ходе антогенеза человека то есть в течение жизни человека выделяют два основных периода образования костной ткани эмбриональный и постэмбриональный эмбриональный биологическое значение эмбриональный это изначальное образование костной ткани ее не было еще вообще из скелетогенной мезенхимы она образуется и здесь же закладкой формирования костей как органов собственно говоря органогенез это заключительные этапы эмбриогенеза а вот постэмбриональное оно включает и фитальный период и постнатальный вообще всю жизнь дальнейшую здесь что происходит биологическое значение во-первых происходит формирование костей как орган формирование костей как орган и физиологическая регенерация постоянно идет ну ее часто называют ремоделировать ну и идут возрастные изменения костей рост в длину в толщину там может быть стабилизация старение ремоделирование при некоторых физиологических состояниях сейчас беременность какие-то физические нагрузки физкультура опять же спорт все это приводит к ремоделированию теперь стадии эмбрионального остеогенеза займемся сейчас эмбриональным он идет стадийно по пять последовательных стадий они здесь представлены вот на этом слайде и на следующем пять стадий стадии формирования остеогенных островков почитайте что это значит стадия формирования остеоидной то есть костеподобной ткани она еще не минерализована мягкая затем стадия минерализации межклеточные вещества минерализуют за счет деятельности остеобластов и вот идет минерализация фибрилогенез и так далее все это не упорядочено то есть в принципе формируется грубоволокнистая костная ткань а далее костная ткань это гвтк грубоволокнистая костная ткань это минерализованная ткань активизируются остеокласты сразу же и начинают ее резорбировать уничтожать уничтожают выгрызают целые лакуны и в них устремляются остеобласты и формируют новую порцию гвтк в этих полостях остеобласты все тут же туда опять летят остеобласты опять это уничтожают и опять там остеобласты и так далее сказка про белого бычка может длиться очень долго до тех пор пока пока вот в этот очаг окостенении не прорастут кровеносные сосуды воскулиризации а я говорил что остеобласты в основном активны в кислородонасыщенной среде оксигенация должна произойти тут они так в таком полусонном состоянии были а здесь они активизируются активизируются но перед этим для них должны расчистить место остеобласты они пробуравливают буквально в минерализованном матриксе грубо волокнистые костные ткани каналы и в эти каналы устремляются кровяно прорастают кровеносные сосуды они по их наружной поверхности их стенок присосались что называется остеобласты клетки в данном случае клетки прилипало есть рыбы прилипало вот и они вокруг сосуда начинают начинают синтезировать межклеточное вещество костной ткани именно уже направлено около сосуда сосуд является направительной нитью своеобразной и формируется уже не что-то такое аморфное анархичное а именно на пластинке костные пластинки наматываются друг на друга а все на сосуд вот остеон то есть таким образом формируется компактное вещество кости а губчатое вещество оно является как бы производным от компактного от компактного вещества происходит отпочковывание порций тоже костной ткани но это уже будет это уже будет губчатое вещество теперь в зависимости от того для образования каких костей идет вот это кости образования образование костной ткани для плоских или для трубчатых различают два пути остеогистогенеза первый путь непосредственно из скелетогенной мезенхимы прямой быстрый остеогенез здесь образуется пластинчатая костная ткань для плоских костей это мозговой лицевой череп лопатки грудина там малый большой малый большой таз а второй путь на месте хрящевой модели или матрицы матрицы не прямой остеогенеза он идет медленнее он такой более основательный и здесь образуется пластинчатая костная ткань для трубчатых костей верхних и нижних конечностей прежде всего нижняя челюсть также также относится к трубчатым костям и вот теперь более подробно вообще более подробно у нас уже и времени то особо нет но все же вот этот самый прямой быстрый остеогенез для плоских костей здесь образуются очаги окостенения в которых проходят все вот эти пять стадий последовательных стадий остеогенеза о которых только что шла речь там островки остеоид грубо волокнистая костная ткань пластинчатые островки этих островков ну на будущей кости так сказать кость она как предполагается что она вот тут бы должна быть эти островки окостенения они образуются хаотично достаточно вот даже здесь написано кости образования идет нерегламентированно в пространстве и во времени вот будущее допустим кость какая-то череп там чешуйчатый еще какая-то вот в этой области образуются закладываются очаги окостенения потом они увеличиваются за счет деятельности остеогластов увеличиваются и срастаются друг с другом образуется единая кость а вот непрямой остеогисты органогенез на примере хрящевой на месте хрящевой модели здесь все очень строго упорядочено и в пространстве и во времени шесть этапов первое первое формируется хрящевая матрица или модель из гиалиновой хрящевой ткани а она в свою очередь из скелетогенной мизанхимы гиалиновый хрящ над хрящницей обязательно и в этой косточке как бы в модели имеются эпифизы два эпифизы и девять только хрящевые далее далее наступает остеогиста органогенез или окостенение перихондральное то есть под над хрящницей по периферии этой самой хрящевой матрицы и тоже здесь проходит пять стадий вот этих островков остеоиды и так далее и формируется таким образом компактное вещество кости из остеона теперь следующая стадия найдет след за этой уже внутренней хондро извините внутренней остеогиста органогенез внутри хряща внутри хрящевой матрицы внутри сердцевины то есть в сердцевине этого хряща тоже там формируются очаги окостенения тоже проходят те же пять стадий стадии островков остеоида и там минерализации и так далее переход в эту пластинчатую костную ткань все это так но только внутри хрящевой матрицы и так образуется губчатое вещество так следующими этапами будет образование эпифиза образование эпифиза образование эпифиза окостенение эпифиза идет изнутри эпифиза там образуется очаг окостенения тоже все эти пять стадий проходят окостенение распространяется на периферию эпифиза на периферию подходит к надхрящнице а пока еще эпифиз покрыт надхрящницей и надхрящница теряет источники питания она дистрофируется и уничтожается макрофагами таким образом эпифиз эпифиз лишается надхрящница о чем я вам собственно говорю и говорил последним окостеневает метафиз метафизарная пластинка роста между эпифизом и диафизом но это посмотрите самостоятельно теперь поговорим и да и еще очень важный момент когда вы будете эту метафизарную пластинку роста она именно обеспечивает пока она не окостенела кость растет в длину крупные кости допустим бедренные до 18 лет может расти но если произойдет ее минерализация окостенение иногда это патологическое или тогда кость перестает расти в длину есть заболевание хондродистрофия когда кость прекращает расти в длину и конечности небольших размеров так теперь постэмбриональный уже остеогистогенез гистогенез сейчас мы с вами говорили об эмбриональных по сути дела это физиологическая регенерация или ремоделирование как сейчас очень часто говорят кости собственно говоря ничего нового здесь нет идут постоянные процессы кости образования или остеосинтез еще такое название за счет деятельности остеобластов и разрушение это остеорезорпция остеохласт постоянно одни образуют другие разрушают вот возрастные изменения кости тоже относится к эмбриональному остеогенезу вот допустим в детском и юношеском возрасте в остеогистогенезе преобладают процессы остеосинтеза над остеорезорпцией в зрелом возрасте когда процессы стабилизируются кости собственно они уравновешенность процессов остеосинтеза остеорезорпцией они уравновешены и относительная стабилизация кости и наконец в пожилом и старческом возрасте начинают преобладать уже остеорезокции. А, да, вот этот слайд, слайд, он как-то не на месте. Вот обратите внимание на то, о чём я вам говорил, здесь о костенении эпифиза, образование метафизарной пластинки и так далее. Вот, этот слайд вы сфотографируйте и присовокупите вот к этому к этому подзаголовку. Так, вот важный вопрос. Восстановление костной ткани после повреждения, репарации. Повреждение костей – это один из частых патологических моментов, особенно сейчас, вот, скользко. Сейчас травмпункты переполнены людьми с переломами, с вывихами, переломами. Кстати, надо уметь падать. падать. Вот, в своё время на занятиях из культуры, вот, когда я учился, нас учили падать. Как? Надо упасть так, чтобы ничего не сломать. Сейчас, мне кажется, этого не делают. Но это очень важно. Учитесь сами, самостоятельно. Так вот, репарация, или восстановление после повреждения, или репарация. Опять же, всё те же процессы, остеосинтез и остеорезорция. Остеосинтез осуществляется комбиальными клетками остеогенного диферона. Это стволовые клетки остеогенеза, скопры, остеобласты, остеобласты. Они всё клетки образователей. И тут же их оппоненты, это остеокласты, остеорезорции. Постоянно. И очаг повреждения зарастает новой тканью костной. Вот. Где, но в тяжёлых случаях подключаются дополнительные механизмы. В частности, дедифференцировка. Остеоцит, он ничего не делал, ну, то есть, он не занимался костеобразованием, он опять становится остеогластом. И тот начинает трудиться. Ещё в более тяжёлых каких-то ситуациях могут быть трансформации. Стволовая клетка крови может трансформироваться в стволовую клетку остеогенеза. Стволовая клетка хондорогенеза может в ко-трансформироваться. И так далее. Стволовая клетка крови через стволовую клетку скелетогенной мезенхимы скелет в кос не скелет в головую клетку остеогенеза. Вот. Но это больше сейчас пытаются учёные и изучающие вопросы регенерации кости вот искусственно вызывать эти процессы для ускорения заживления. Ну, репарация костной ткани имеет возрастные особенности, конечно. Одно дело дети, юноши, другое дело, если упадёт пожилой человек или старик. Ну, и последняя репарация А. При переломах. Наиболее частое повреждение костной ткани это перелом. В зоне сопоставления костных отломков, обращаю внимание, не обломков, травматологи так не говорят, костных отломков, комбиальные клетки могут формировать временную так паивающую фруктуру костную мозоль. И интересный момент, что вообще это общебиологический закон. В своём развитии костная мозоль проходит три последовательные этапа, которые повторяют эмбриональный остеогенез. ткань, то есть сначала костная мозоль представлена хрящевой тканью. То есть там работают хондрогенные дифироны. Затем программа генетическая перестраивается на формирование грубоволокнистой костной ткани. Это уже деятельность остеогенного дифирона. Но так-то так. Но эта грубоволокнистая костная ткань непрочная, она должна замениться на пластинчатую костную ткань. Прочная. А для этого необходима ревоскулиризация и оксигенация зоны срастания, то есть насыщенность кислородом. Вот что я хотел вам сообщить. Благодарю за внимание. Продолжение следует...